Дольщики обманутыми не останутся. Такую позицию Алексей Валов выразил изначально, несмотря на то, что ситуация вокруг жилого комплекса Литвиного Сити сложилась непростая. Предыдущий застройщик фактически бросил объект и, по слухам, эмигрировал за границу. Сегодня удалось найти организации, которые способны взять на себя обязательства по строительству квартала и предоставлению там квартир пострадавшим дольщикам. Непростое было принято решение за счет двух источников предоставления компенсационных участков и дополнительного строительства многоквартирных домов, обеспечить квартирами и, соответственно, решить проблему вот этого дома, который, к сожалению, является обманным для многих людей, дольщику, которые вложили в него средства. Доли строительства по каждому застройщику уже определены. В настоящее время ведется проверка финансовой документации каждого инвестора. После этого дольщика будет представлена итоговая дорожная карта. Также на совещании обсудили вопрос введения в эксплуатацию дома номер 14 в поселке Литвинова. Напомним, сложности возникли из-за финансовых трудностей застройщика. Долгое время не удавалось оформить необходимую документацию из-за того, что работы в доме были попросту недоделаны. Но благодаря совместным усилиям районных и местных властей в доме установили лифтовое и противопожарное оборудование. Провели ряд работ. В результате объект получил заключение о соответствии. Теперь осталось ввести дом в эксплуатацию. Идет подготовка необходимой документации. В результате это позволит решить проблему задолженности дома за коммунальные ресурсы. Как ведем в эксплуатацию, соответственно, тогда уже можно будет получать коммунальные платежи и рассчитываться за коммунальные платежи перед ресурсниками. Тогда у нас скончательная проблема снимется. Мы понимаем, что надо гасить и срочно вводить его в эксплуатацию. Но важны вопросы не только строительства новых домов, но и сноса старых, уже непригодных для проживания. Обсудили на совещании эту тему с руководством компании «Олимп Альянс». Инвестор расселяет один из кварталов в микрорайоне «Дальний Воронок». В пустующих домах собираются лица без определенного места жительства и создают пожароопасные ситуации. Строителям поставлена задача законсервировать дома как можно скорее. Дарья Снегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».